Индевер. Партнер по стилю информационных выпусков на РБК Пермь. Причиной схода вагонов в Прикаме мог стать человеческий фактор. Возбуждено уголовное дело. 10 тонн селедки для заключенных в Гувсин Прикаме требует заменить продукцию, несоответствующую ГОСТу. Все услуги разом. Новый миграционный центр откроют уже в следующем году. Новости Прикаме в эфире РБК. В студии Артур Максимов. Здравствуйте. Причиной схода вагонов в Прикаме мог стать человеческий фактор. Об этом РБК Пермь сообщил начальник одного из филиалов компании «Уралмостострой» Юрий Истягин. По его данным, крановщик во время выполнения работ в темное время суток вышел из кабины и случайно задел рычаг управления стрелой. Когда работник заметил, что она мешает движению состава, было поздно, пояснил Истягин. Следственные органы уже успели возбудить уголовное дело. Установлено, что сход вагонов произошел из-за падения стрелы гусеничного крана, который использовали при строительстве обхода поселка Куида. Оборудование находилось в 18 метрах от железной дороги. В результате движение поездов было остановлено в обоих направлениях на 12 часов. Это повлекло задержку в том числе от 9 пассажирских поездов. Гувсин Прикаме требует заменить 10 тонн селедки не первой свежести. Ведомство обжаловало судебное решение об отказе поставить продукт, который, по его мнению, не соответствует ГОСТу. Казенное учреждение, ответственное за снабжение Прикамской службы и госпредприятие из Петербурга заключили госконтракт в мае этого года. Поставщик обязался поставить изготовленную осужденными сельдь. Сумма контракта почти 10 миллионов рублей за 67,5 тонн продукции. Первую полученную партию осмотрели эксперты-товароведы. Так, в рассоле специалисты нашли посторонние примеси, а часть рыбы имела трещины, порезы и срывы кожи. На основании экспертного заключения пермский покупатель заявил иск о замене товара. Арбитражный суд в удовлетворении отказал. Истец не доказал наличия обстоятельств, при которых он вправе требовать замену. Решение суда подкреплено заключениями экспертов Пермской ТПП, ветеринарного центра и Петербургской ветеринарной лаборатории. В Пермском крае в следующем году планируется открыть новый многофункциональный миграционный центр. Сроки строительства, ввод и оснащение сегодня обсудили губернатор края и заместитель министра внутренних дел России. Они открыли обновленное здание управления по вопросам миграции. Продолжит Рустам Багизов. Ежедневно здесь смогут обслуживать 500-600 человек. Новое здание управления по вопросам миграции с сегодняшнего дня принимает посетители. И сейчас, к примеру, загранпаспорт будут выдавать здесь, на Островского 60. Ну а всего в списке 14 услуг. Реконструкция велась 4 года. Вложено более 210 миллионов рублей. Из краевого бюджета только на материальное оснащение потрачено около 6 миллионов. Этот проект, который мы сегодня реализовали, это как раз наш совместный проект. И очень хорошо, что мы действительно довели до конца это. Что сегодня эти двери открылись и люди начали получать услуги. Ну а дальше будем ровно так к этому и подходить, что это наша совместная задача. И следующий большой проект, вот Александр Олегович о нем сказал, это открытие миграционного центра. Плановый срок открытия нового объекта – 2019 год. Сейчас здание миграционного центра уже строится. Главная идея – создать учреждение, где иностранцы смогут получить все услуги разом. Выдача патентов, вида на жительство, разрешение на временное проживание и другие. В этом же учреждении будут приниматься и медицинские все исследования для того, чтобы минимизировать риски создания неудобных, мягко таких условий для иностранцев. Как отмечают в крае, в этом году на материальное обеспечение полиции направлено чуть более сотни миллионов рублей, втрое больше, чем в 2017-м. Это не только оснащение этого здания, но и, к примеру, покупка автомобилей для сотрудников полиции. Еще одно событие, участие в котором принял замминистра МВД России – открытие памятника Петру Михайловичу Латышеву. Он был руководителем МВД при Каме в один из самых сложных периодов работы правоохранительных органов с 1986 по 1991 годы. Именно Латышев активно поддержал и развил идею создания уникального для того времени подразделения – оперативно-поискового отдела уголовного розыска. В это время был создан полк дорожно-патрульной службы, ставший позже образцово-показательным в масштабах страны. Под его руководством была также разработана программа «Жилье для милиции». Впервые в истории органов внутренних дел города был заложен дом для стражей порядка. Генерал умер в 2008 году на боевом посту во время командировки в Москве. Идея создания бюста поступила от Пермского совета ветеранов. От идеи до финальной сдачи памятника прошло около 9 месяцев. Пока это все. Больше новостей на нашем сайте. Также всегда в доступе телефон редакции и наша электронная почта. Увидимся через час. Субтитры создавал DimaTorzok